Я хотел спросить про эти колонии, освобожденные под военно-пленных, вот, с этим ужасным СИЗО, с ужасными условиями и кошмарными издеваниями. А кто, собственно говоря, избивает пленных? То есть, кто сторожит, если Овсиновцев оттуда убрали? Это солдаты Минобороны? Понятно ли это вообще? Ну, вы знаете, это все очень и очень по-разному, очень индивидуально. Значит, у нас есть очень много свидетельств, когда вот избивали, люди не видят своих мучителей, у них была клава и форма без опознавательных знаков. Есть несколько случаев, когда мы твердо понимаем, кто это был. После избиения, например, заходит человек, который очень похож на, это в Курске было в СИЗО, на местного прокурора, мы примерно, мы знаем, как к нему обращаются охранники, там, мы знаем, там, Михаил Иванович, да, условно говоря, знаем, как он выглядит, да, что такие вот залысины, вот такого роста, примерно такого вот телосложения, и показываем фотографии там всех прокуроров, помощников прокуроров, прокуроров по надзору Курска, и люди узнают. Или у нас есть случаи на оккупированных территориях, несколько случаев, когда пытали украинца, очень жестко пытали, это в Запорожье, он чудом остался жив, его прострелили обе ноги, он был один в подвале, и он ухитрился выковырнуть из стены старую проводку, сделать жгуты и перевязать ноги. Он бывший атошник, хотя там давным-давно он фермер, у него ферма, утки, гуси, там все на свете, Виталий. Виталий через полтора месяца вот этого плена остался чудом совершенно жив, и он смог дать показания. И по украинским законам он в Киеве давал показания, и потом вот он дает показания в БКК, в Берлинской криминальной полиции, и это уже будет универсальная юрисдикция, то есть международная адвокация, то есть его дело, конечно, ляжет в основу уголовного преследования мучителей, потому что он своих мучителей всех запомнил и, в общем, знает, они установлены. Они установлены, это были бойцы Ахмата, они были чеченцы, но командовал имя русский подполковник. И это все он запомнил. Хотя, наверное, трудно это сейчас говорить. Обычно добивают, видите, обычно добивают. Это вот редкий случай, что человек остался жив. А при этом, ну, знаете, у нас есть несколько случаев, когда тюремщики передавали записки. Когда передавали записки от и похищенных гражданских, и от военно-пленных, причем это были и тюремщики. И, на самом деле, я не знаю, кто, что по итогам звонил какой-нибудь там левый дед или левая бабка там и сказал, у нас есть случай такой классический совсем, такой вот Надя Евдокимова в Дорманте живет. Она ищет мужа Влада. Муж Влад был похищен под Харьковом, о нем долго ничего не было известно. Потом позвонил некто и сказал, что передал вот Влад записку в катушке ниток. И эту катушку, он ее снял, прислал. Это его почерк. Есть, ну, так сказать, домашнее наименование, то есть какой-то пароль там есть, его почерк, назван ее телефон. И он написал, где он, что он. Это было довольно давно, полтора года назад, с тех пор о нем ни слуха, ни духа. Мы с тех пор не можем его найти. Но это вот, если бы не эта катушка с нитками, мы вообще бы не знали, где он и что он. А так он дал о себе весточку, что он жив. И такие случаи, в общем, бывают, когда люди выносят там, я не знаю, в конфетах, в бутербродах, в своем теле выносят какие-то записки и весточки. Поэтому очень трудно, на самом деле, говорить. Очень трудно говорить про всех. Очень трудно. В конце концов, и наш Виталий из Запорожья бежал благодаря одному человеку. И избиение, в принципе, избиение – это такая вот… Понимаете, вот мне кажется так, что легче, гораздо легче. Вот ты военный полицай, или ты там какой-то военный спецназ, или тюремный ты спецназ, или ты сотрудник в СИН. Но ты же на самом деле ленивый, боров. Ну, вставать, кого-то бить, кого-то гонять – ну, это как-то какой-то затраты энергии. Вот я ему чую. У меня такое ощущение, что все-таки как-то их до этого дела подначивают. Начальство подначивает, потому что за это никак не наказывают, естественно, никак. Несмотря на сейчас все свидетельства, все кадры с ужасными следами совершенно истязаний. И у нас, опять же, много-много есть свидетельств, что сейчас происходит, особенно в СИЗО. И, в общем, мне кажется, что это такая какая-то установка, что украинцы не люди, что вот с этим можно. Ну, какое-то расчеловечивание такое, вообще серьезное расчеловечивание. Ну, и потом мы знаем о том, что происходит дальше с осужденными уже и военнопленными, и гражданскими. Те, когда попадают в судебную базу, это означает, что идет судебный процесс. Он азовец или он обычный мирный селянин, который обвинен в шпионаже или в терроризме, или в противодействии СВО, все как обычно, вот они получают сроки безумные, всегда так больше 18 лет, так где-то 16, 17, 18, там дальше после 20. И мы их уже разыскиваем в колониях. Они сидят повсюду. Концентрация такая, концентрация довольно большая в Димитрограде, это Ульяновская область, в Мордовии. В Кемерово. Ну, вот мы везде их на самом деле находим, везде ищем. Конечно, родственники просят присылать посылки и положить деньги на счет. Это вот тоже такая штука. Мы посылаем посылки, отправляем деньги на счет. Потом приходит адвокат. Естественно, адвокатов мы тоже просим контролировать как-то, чтобы не было все нормально. Адвокаты встречаются, разговаривают. Отношения, на самом деле, заключенных к ним нормальные, нормальные, даже скорее хорошие. Собственно, зверствуют начальства. Они все сидят в ШИЗУ. Все. Я не знаю ни одного, который не в ШИЗУ. И начальство говорит, что это для их же безопасность. Они содержатся в ШИЗУ. А раз они содержатся в ШИЗУ, то никаких посылок, никакого лицевого счета. Вывод с узнанцем.